Сжигается звезда, и просыпается прохлада, гуляет по тропинкам сада и шепчет нежные слова. Слова о том, что жизнь полна и удивлений, и открытий, и что небесный покровитель нас пригласил сюда не зря. А ночь, лаская тишину, восторженно глядит на звезды и верит в то, что шар земной для счастья и любви был создан. Есть тихая улица в центре Москвы, хранимая в сердце навечно, где каждой весной с появлением листвы ко мне возвращается детство. Наш дом двухэтажный и шорох ветров, романтика старого сада, свеча на столе, строчка первых стихов и счастье влюбленного взгляда. Пусть жизнь нас торопит и времени ждет, но в старом саду на аллее мечтательный мальчик всегда меня ждет и дарит цветы мне краснея. Это осень, милый, это осень закружила и заколдовала, подарила желтых листьев горсти, серый дождик за окном нарисовала. Это осень, осень размышлений, осень спелых яблок, многоточий, жарких поцелуев и сомнений, размышлений до глубокой ночи. Это осень, осень тихой грусти, осень одинокого молчания. Голубой туман приходит в гости, и горят костры воспоминаний. Ветер все растерял, небо прозрачную просень, лодку и старый причал, юную рыжую осень, белую птицу вдали, нежную музыку скрипки, две одиноких звезды, две озорные улыбки. Ветер перемешал веру, надежду, страдания, робкую песню дождя, радость и счастье свидания. Ветер надул паруса, шхуном поднял настроенье, мне на колени легла строчка стихотворенья. Вот и осень пришла, и ложится на землю задумчивый лист, а по небу куда-то беспокойно бегут облака. Не грусти, дорогой, это просто осенний каприз. Посмотри-ка, как радостно нам улыбнулась звезда. Вот и дождик пошел, и отчаянно по крыше стучит. Кажется, он недоволен тобою и мной. Не печалься, это просто осенний мотив. Этот дождь нам с тобою подарен осенней судьбой. Как изменчиво время мы взлетаем и падаем вниз. И ты листик замерзший случайно в кармане найдешь. Что же это такое? Ну, просто осенний сюрприз. Можешь золото листьев погладить своей рукой. Без зонта мы с тобой гуляем под дождем. Дождь идет равнодушно и лениво. Старый сад расстелил опавшую листву. Рыжая опавшая листва удивительно красива. Помолчим. Для чего ненужные слова? Дождь нам распахнул сейчас Свои мокрые объятия. Смыл следы Всех забот и всех тревог. Под дождем Бродим, словно братья. Дождь идет, мы промокли без зонта. Старый парк улыбается ревниво. Дождь идет, уплывает мокрые листва. Рыжая опавшая листва удивительно красива. Улетают опавшие листья. Дождь идёт бесконечной стеной, Осень кружится у Никитских Листопадом над головой. Туча хмурая, ветер неистов, Но тоску волшебство превращая, Засверкало серебряным бисером Вся промокшая мостовая. Сейчас я приглашаю на сцену своего друга, Поэта, француза, Эдгара Эдигарова. Эдгар. И он сегодня будет читать тоже мои стихи, Потому что это у меня день рождения. Давай, Эдгар. Что? Не трогай, здесь не трогай ничего. Низко очень много. Я так попробую. Ага. Давай. Ну, я, может быть, к сожалению, Сегодня буду читать несколько больше стихов Гретты, Чем обычно. Ну, потому что вот кто-то что-то не сумел. Так что уж извините, придется меня потерпеть. Вот. Ну, и начнем вот с этого. Найти строку, добавить к ней любви, Немного музыки, немного света, И описать сияние рассвета, Беспечный смех, пожатие руки, Дыхание трав и птицу за окном, Луч солнца, робкое желание счастья, Романтику дождливого ненастья, И ветер, что ворвался утром в дом. Поставить в вазу белую сирень И, наслаждаясь красотой мгновения, Поднять бокал за этот новый день И за пришедшую страху стихотворение. Я слышу голос твой во сне. Все ближе, ближе. Ты вспоминаешь обо мне в ночном Париже. Расстроенный рояль поет, как птица в клетке, И роза алая цветет на хрупкой ветке. А в комнате моей темно, Чуть-чуть печально, И голос твой со мной живет Волшебной тайной. Задумчивый старинный сад Во сне вздыхает. Луна парижская плывет И исчезает. А за окном цвела сирень, как на картинке, И одуванчик озорной ронял пушинки, Звучала музыка в саду о чем-то светлом, Береза радостному дню Махала веткой, И было счастье на земле, И нетерпение Кружилось солнечной строкой стихотворения. Не уходи, останься, подожди. Жизнь коротка, и в ней так мало счастья. На плечи мне ладони положи И отгони дождливое ненастье. Мне мало знать, что ты на свете есть. Мне надо быть с тобой все время рядом, Тобой дышать, свечой в амгле гореть И любоваться звездным листопадом. Давай взлетим над скукой быдних дней, Чтоб каждый миг был озарен мечтою, Чтоб бешено кружилась карусель, Которую мы назовем судьбою. Не уходи, останься, подожди. Привет! Что слышно? Как дела? У нас опять похолодало, Гуляет за окном зима, И радости на свете мало. И нет ни писем, ни звонков, А только грусть воспоминаний, Тревожных, беспокойных снов И неисполненных желаний. Метет на улице пурга, Замерзший лес застыл в сугробе, И одинокая луна горит на темном небосводе, А загулявшая метель всю ночь поет и веселится, И лишь под утро спать ложится В свою замерзшую постель. Их встреча была случайной. Они просто поговорили, Потом возле дома гуляли, И даже немного дружили. Ей нравилась его машина, Дом, где уютно живется, Запах его парфюма, И как он чудесно смеется. Ей нравилось, как он шутит, Как смотрит куда-то мимо, И как он ее называет хорошей, Родной и любимой. Ей нравилась даже футболка, Она же ее подарила. И вдруг ей стало понятно, Что она его просто любила. О будущем не знаем ничего. Живем беспечно, Суетимся, созидаем, Не думаем, влюбляемся, дерзаем, Мечтаем ночью, поглядев в окно. Не знаем, что о жизни на уме, Что доброго она придумать может, И что она готовит нам во тьме. О, защити и пощади нас, Боже! Сегодня утром снег пошел, Даря нам счастье и свободу, И незнакомый человек сказал мне тихо, С Новым годом! Снег шел прозрачный, хмельной, Кружился, падал прямо в руки, И вдруг, как в сказке колдовской, Исчезло время, смолкли звуки, Ничто на свете не могло очарование нарушить. Снег шел беспечно, молодой, И возрождались наши души. Когда капитан отдает приказ поднять все якоря, Когда исчезает вдали за кормой Прозрачную лентой земля, Когда наступает последний миг Взмахнуть на прощание рукой, И нам улыбается солнечный блик, Играя с волной морской. Тогда музыкант исполняет свой блюз, Великую песню любви, И море приносит волнующий вкус Свободы и красоты. А солнце сияет уже в парусах, Корабль несется вперед, Мы верим в удачу и чудеса, И в счастье, что где-то нас ждет. Ну, а сейчас я позволю себе перейти К парижской теме. Ну, кто-то уже слышал этот цикл стихов, Ну, вот кто-то нет. Так. Мне приснился Париж В кружевном ожерелье Из летящих мостов И изящных ночных площадей Нам парижский кораблик Подмигнул, проплывая по сене, И мелодия вальца Вспорхнула из открытых дверей. Строгий профиль домов И симфония давних событий, Нежный шепот дождя И сияние чуда вдали Нам с тобой подарили Ожидание прекрасных открытий, И как птицы взлетели Над городом вечной любви. И парижские тайны Закружились цветной каруселью, Белым жемчугом вспыхнули Нитки парижских огней, И июль закачался Огромной ночной колыбелью, Удивляясь молчанию Гулких надменных церквей. Ну, теперь немножко, опять же, Для разнообразия французского текста. Ну, кто французского совсем не знает, Оценили, что ли, красоту Французского слога. И потом перевод будет. А над собором Нотр-Дам плыл задумчивый туман, И на улицах Парижа было пусто. Мы сидели за столом, говорили обо всем, Говорили о любви, удивлялись. А над собором Нотр-Дам плыл задумчивый туман, И дождинки за окном обнимались. Капли бились о стекло, Залетали к нам в окно, Дождь хозяйничал в Париже, как и прежде, А над собором Нотр-Дам плыл задумчивый туман, И сбывались все мечты и надежды. Париж. Субтитры создавал DimaTorzok Ведь гитарист играет джаз для нас с тобою Под яркой мартовской луной Нас джаз уносит за собой И музыка полна очарования И через много-много лет Нас вновь стревожит лунный свет И музыка вздохнет воспоминанием Кофе и круассаны Париж шумит за окном Кофе и круассаны Мы завтракаем вдвоем Хозяин кафе веселый Улыбается вам Хотите немножечко счастья Вместе с кофе, мадам Париж это вечный праздник Хозяин мой дорогой Париж это милый проказник Который навечно со мной Сияет во мне как картинка Как голубая мечта Плывут над нами куда-то Парижские облака Мы завтракаем в Париже Нам так уютно вдвоем Парижское нежное утро Кружится за окном Париж увидев Умереть В восторге и самозабвенье Прожить волшебное мгновение И птицей легкой улететь Вдохнуть чуть слышный аромат Листвы И сонный шепот сены Волнение преклонив колено Запомнить люксембургский сад И в тишине небытия Представить профиль Парижанки Что улыбнулось мне вчера Увидев как-то Спозаранку Спасибо, Грете Спасибо, Итгару Мальчики, не играйте в войну Война страшна и ужасна Давайте-ка, лучшие Я вас обниму И жизнь Будет сразу Прекрасна Скорей посмотрите На ваших солдат Храбрых И чуточку робких Они ведь мирно Рядом Лежат В старой Картонной Коробке Давайте-ка Спрячем Солдатиков В шкаф Пусть тихо Поспят До рассвета А на стене Нарисуем плакат Где будет солнце И лето В комнате Молчая Игрушки Лежат Видно О чем-то Мечтают Мальчики наши Давно уже спят Сны По квартире Летают А над крылечком Тоскует Луна Таинственно Страшно Тревожно По дорогам Шагает Война Играть в нее Невозможно Я от одиночества Устала И пролила немало Горьких слез Твой образ Себе ночью Рисовала Мечтала О тебе Всерьез Перебирала Важные приметы Улыбку Нежную Или случайный Сон Я вспоминала То вопросы То ответы И повторяла Это Точно Он Я тебя Давно Везде Искала Ты был Где-то Как Далекая Звезда Мне Для счастья Нужно Очень Мало Просто Чтобы Я тебе Была Нужна У нас Печаль И тишина На горизонте Бродит Туча Калитка Домик В два окна И куст Шиповника Колючий Березы Выстроились В ряд И Невозможно Догадаться Как Яблок Сладкий Аромат Смешался С Нежностью Объятья Нам С тобою Повезло Серый Дождь Стучал В окно Серый Дождь Пошел С утра Было Грустно А над Собором Но Трудам Плыл Задумчивый Туман И на Улицах Парижа Было Пусто Мы Сидели За столом Говорили Обо Всем Говорили О любви Удивлялись А над Собором Но Трудам Плыл Задумчивый Туман И Дождинки За окном Обнимались Капли Бились О стекло Залетали К нам В окно Дождь Хозяйничал В Париже Как и Прежде А над Собором Но Трудам Плыл Задумчивый Туман И Сбывались Все Мечты И Надежды Я Случайно Вдруг Встретила Счастье Было Счастье Замерзшим Голодным Непонятным И Сумасбродным Я Его Захватила Собою Напоила Водой Ключевою Обогрела И И Ведь И мы Вместе Мечтали Читали Стихотворения А Свеча Догорала И Пламя У Свечки Дрожало Жизнь Лето О Стихотворения о любви. Меня милый приглашает. Приходи ко мне, родная. Посидим с тобою рядом. Выпьем красного вина. Но в окне сияет солнце. Голубеет купол неба. И кузнечики стрекочут. Вот такая лепота. Так свежи и алые розы на закате у камина. Так прекрасен птичий гомон. Так уютен этот мир. Выходи, скорее, милый. Не сиди сегодня дома. Купим вишен и малины. Обо всем поговорим. А вино поставим в погреб. Чтоб оно похорошело, стало томным и тягучим, словно солнечный нектар. И однажды в зимний вечер ты нальешь вино в бокалы и поднимешь тост за счастье, как ты мне и обещал. Пусть за окном шумит пурга. Давай зажжем повсюду свечи и выпьем красного вина. Я буду юный и красивый, как много лет тому назад. И удивительно счастливый, чему ты тоже будешь рад. Давай станцуем наша танго, предудивленную луной. Давай станцуем наша танго, оно нам послано судьбой. А за окном пусть бродит вечер, танцует зимняя пурга. Ты обними меня за плечи, давай вдвоем сойдем с ума. В люксембургском саду идет дождь, липы вздрагивают на ветру. К той скамейке, где ты меня ждешь, я однажды непременно приду. А в Париже запахло весной, и гадалка нагадала судьбу. Я не плачу, это дождь, просто дождь. дождь идет в люксембургском саду. А сейчас я приглашаю сюда на сцену поэта, журналиста, моего друга, замечательную Веру. Вера. Давай. Вера, я вдруг забыла фамилию. Вера. Да, замечательную Веру Тимошенко. Спасибо. Извини, я что-то волнуюсь. Я буду немного подглядывать. Ради Бога. Всем добрый вечер. К вам в дом на фонтанке Спешу ранним утром погожим Туда, где чуть слышно скрипят половицы в прихожей. Ах, Анна Великая, Анна Земная, мы с вами похожи. Вы много любили, вы часто страдали, я тоже. Ваш облик надменный, ваш облик ранимый тревожит. Вы так одиноки, вы так уязвимы, мы схожи. У вашего дома цветы полевые в траве придорожной. Я где-то читала, что вы их любили, я тоже. Грета, я хочу вас поздравить с вашим поэтическим днем рождения. Я хочу вам пожелать вдохновения творческого долголетия, позитивных эмоций, событий, впечатлений, чувств, которые вы перерабатываете в такие замечательные стихи. Сегодня вы много уже прочитали про поэзию, про стихи, про стихотворчество, и это стихотворение, которое я прочитала, которое вы посвятили, я думаю, все догадались, Анне Ахматовой, я перепосвящаю вам, потому что Анна Ахматова нас всех, как она сама признавалась, научила говорить, после нее обрести свой уникальный поэтический голос, это сложно, вам это удалось, ваши стихи, они узнаваемые, у вас есть свой стиль, свой почерк, то, что вы сказали, что этот вечер не совсем музыкальный, как хотелось бы, на самом деле не совсем так, потому что музыка и музыкальность, безусловно, есть в ваших стихах, спасибо вам за ваше творчество, поздравляю, спасибо, а ты, кстати, вы читали два стихотворения, сейчас еще одно стихотворение, это тайная калитка прямо в лес, эти сосны, эти ели до небес, и июньский теплый дождик, легкомысленный безбожник, пробежал вдоль всех дорожек, и исчез, улыбнулся мне веселый солнца луч, показался на мгновение из-за туч, и задумчивый прохожий, на волшебника прохожий, мне на счастье подарил скрипичный ключ, эти летние поляны и цветы, эти дивные моменты красоты, я несу домой в корзинке две веселые смешинки, голубые паутинки и стихи, спасибо, Верочка, спасибо тебе большое, В дверь постучал, не решаясь войти, вежливый вечер у входа, громко вздыхает в туманной дали старый гудок парохода, катер закончил уже все дела, курит с усталым матросом, что-то бормочет морская волна, дышит простуженным носом, светом луны серебрится вода, замерли звезды в окошке, хочется дописать до конца песню о лунной дорожке, выключить свет и присесть у окна, ночью полюбоваться, выпить на ужин бокальчик вина и до утра целоваться. Ах, женщины, источник радости и силы, очаровательны, мечтательны, красивы, беспечны, легкомысленны, воздушны, серьезны, но бывают простодушны, на самокате или в роскошном лимузине, с покупками и просто в магазине, им возраст абсолютно не помеха, чтобы дурачиться и умирать от смеха. Хотите, я могу вам рассказать, как оставаться вечно молодыми, отчаянными, немножечко шальными, готовыми от счастья улетать. «Ты на меня растеряно взираешь, похоже, что-то ты не понимаешь. Давай тебе все быстро объясню. Я просто лично знаю женщину одну». Вот я и домой пришла. Туфли скинула устала, села молча устала, смски прочитала. Чайник громко зашумел, разогрела себе ужин, посмотрела список дел, поняла, что он не нужен. Позвонили друг друзья, поболтали, посмеялись, в кухню быстренько вошла, съела все, что оставалось. Книжку новую взяла, полстраницы почитала. Ничего не поняла, начала читать сначала. Занимательный сюжет был сегодня непонятен и заснула за столом. Сон был сладок и приятен. Влетает в дом шикарная весна, переступает все запреты и пороги, и расцветает всюду красота. Объятия раскрыли все дороги. Мир повернулся новой стороной, восторг беспечен, и любовь всесильна, и птицы нам поют наперебой, и небо кто-то красит краской синей. Танцует свет и капает копель, прохожие спешат домой по лужам. Я в форточку кричу тебе «Скорей! Беги ко мне! Ты мне ужасно нужен!» Милый, я тебе сейчас расскажу все, что в моей жизни происходит, про горящую в ночи звезду, и про лето, что от нас опять уходит, и про птиц, что радостно поют, наполняя душу вдохновеньем, и про то, что я сегодня, друг, написала для тебя стихотворение. Вечером прилягу на кровать, прислонюсь к горячей батарее. Мне так много надо рассказать. Приходи, пожалуйста, скорее. Я зажгу сегодня свечи, я цветы поставлю в вазу, испеку пирог с капустой, романтичный стану сразу, и устрою себе праздник в платье новом, ярко красном, и под музыку Шопена буду думать о прекрасном. За окном пусть вьюгой снежный веселится пьяный ветер, и пусть кто-то вспомнит нежно, что я лучше всех на свете. Чёрной тучей затянуто небо, осень тоскливый наш гость, нет, пока ещё не было снега, но идёт постоянно дождь, и в озявшем дачном посёлке в неказистом сером пальто. Дождь танцует, и мокрые ёлки с удивлением глядят на него. Тянет дымом из дома соседки, печка топится, туча черна, одиноко стучит моё сердце, понимает, что скоро зима. непонятное чувство тревоги и предчувствие вечного страха. Подведём поскорее итоги под печальную музыку Баха. Я на улице куплю букет фиалок и пройдусь походкой горделивой. Выпью по дороге чай в кофейне, буду молодою и красивой. может быть тебя я где-то встречу, сделав вид, что я совсем не удивилась. Может быть внезапно в этот вечер ты поймёшь, что я в тебя влюбилась. Летний вечер будет тёплым и счастливым. Все прохожие нам будут улыбаться. Ты меня проводишь до квартиры. Мы в подъезде будем целоваться. За тобой пойду хоть на край света. Пригласим на свадьбу всех подружек. Будем пить вино и есть конфеты на обед, на завтрак и на ужин. Мы уедем на далёкий остров. Попугаи, загорелые мулатки будут приходить к нам утром в гости приносить в подарок шоколадки. А фиалки я поставлю дома вазу, сохраню букет себе на память. Я тебя не видела ни разу. Это я во сне с тобой общаюсь. У меня ни попугаев, ни фиалок, нету ни любви, ни обещаний. Дождь идёт с утра в окунной раме. Одиночество присело на диване. Он был очень хорош, этот солнечный вальс, молодой, озорной и красивый. Он на нас был похож, он был создан для нас романтичный, воздушный, счастливый. Эти нежные звуки вели за собой, обнимая тихонько за плечи. Удивительный вальс стал друг нашей судьбой и вздохнули восторженно свечи. Мы кружились с тобой, улетали с тобой, были радостные и безмятежные. Пусть звучит над землей этот вальс молодой и всем дарит мечты и надежды. я я тебе точно говорю, я их выучила, но так волнуюсь, что взяла на всякий случай. Я попробую без? Конечно. Нет, микрофон нужен, потому что там идет запись. Без микрофона, а без текста. Да, твое право. Ну, если что, вот так, рядышком. Хорошо, давай. Давай. Вот. Значит, я прочитаю три стихотворения замечательных, Греты. Одно из них я прочитаю на французском языке, и оно начинается так. Греты. Ажизмайя литит, и я бюкозанья. Мави курс сан заре. И мой, я дожи ла суиво. Мез ёрс сон прессе, и батт ле тамбур. Мэссан ме депече, я не са рей па виво. Я пау даме ме ретар, с аккумулант пар жоу, шак жоу. Вала, с боматин, ма пеалу а ле суиво. Ме паре тендрмон, тимиде и инсертин. Мес, я не пеу хрь ке ле сон ки манивр. Моѓа ме етаниме пар ле фе суверин. Ах, ле анти, ма ви! Атенд, је ме ле имит. Йе вессу фле а деу у сау ле у сау ле у сау ле у науа. Ма ви, пау танд ме кре, Ва-зи, Ва-зи, Пау вите! Ле беуне р с'ет емфуи. Агуш! Асу тоуно! Ой, какой-то странный сегодня вечер. Браво! Немного грустно ха! Заснуть. Давай уедем с тобою вместе поближе к морю куда-нибудь. А в море рыбы, морские звезды, сияет счастье и нет забот. А ранним утром, как белый лебедь, по морю движется пароход. Жизнь исчезает прозрачной свечкой, а даль прекрасна и манит путь. Давай едем в парижский вечер поближе к морю куда-нибудь. Два дня, два дня прожить на левом берегу мечтательной, неторопливой сены. В восторге задохнуться на бегу, смиренно преклонив пред ней колено. Дохнуть духов французских аромат и, наслаждаясь роскошью и ленью, гуляя забрести в старинный сад, где статуи застыли в изумлении, пить кофе. по-французски говорить, мечтать, летать беспечно и красиво, Париж богемный, искренне любить и каждое мгновение быть счастливой. Два дня ма 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 ви ку сан заре. Браво, 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 спасибо, Грета, спасибо большое, спасибо тебе, Свет, спасибо. Огромное удовольствие, простите, мне мало места. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Азии Ветки сирени Город давно уже спит, Где-то играют Шопена, Музыка тихо звучит, Как хороши эти звуки, Мне вот теперь не до сна, Музыка и природа, А я влюблена в тебя. Хочется жить у леса возле застенчивой речки, в тихом маленьком доме, утром сидеть на крылечке, вырастить георгины, в сад открывать окошко и без всякой причины есть на обед окрошку. Солнце носить с собою и разговаривать с ветром, стать для тебя судьбою, музыкой, счастьем и светом. Отмечали Новый год на старой даче. Печка, ёлка, красное вино. Мы тогда так верили в удачу, в чудеса, в любовь и волшебство. Новый год наколдовал сугробы, спрятались тропинки и пути, в белый снег проваливались ноги, оставляя тёмные следы. помнишь, как дыханьем руки грели, и метель стучалась к нам в окно, звёзды, словно льдинки, акварели, нам светили нежно и светло. Как тогда мы громко хохотали, танцевали новогодний вальс, как друг друга крепко обнимали, что-то вдохновляло, видно нас. Всё прошло и выглядит иначе. В памяти остался свет луны. Мы с тобой вдвоём на старой даче молоды, прекрасны, влюблены. Догорают свечи в вазе мандарины, вечер новогодний постучался в дом, слушаю, волнуюсь, вальсы поганини, и метель танцует за моим окном. Загадаю счастье и в мечту поверю, Новый год подарит каплю торжества. Ровно-ровно в полночь распахнутся двери, в гости к нам приедут верные друзья. Праздничная ёлка и вино в бокале, ты мне тихо скажешь важные слова. И под звон курантов в этот славный вечер нежно улыбнётся нам с тобой судьба. Мы празднуем радости числа и даты, года просто нам не нужны. Мы молоды оба, легки и крылаты, друг в друга навек влюблены. Пусть время куда-то спешит, улетает, безумно стремится вперёд. А мы не стареем, любовь нас спасает и за собою ведёт. Вот, на этом мы заканчиваем поэтическую часть. Спасибо большое. Но это ещё не всё. У нас на наших вот этих вечерах есть такая традиция, что да, все читают как бы мои стихи, потому что я отмечаю день рождения, я его постоянно отмечаю именно здесь, вот, в этом прекрасном месте, которое я очень люблю. Гиперион это моя точка силы. Вот, но у нас есть такая традиция, что всегда к нам ещё приходит специальный гость. Специальный гость это тот человек, который не читает мои стихи и не поёт песни на мои стихи. И сегодня у нас тоже есть такой специальный гость. И я с большим удовольствием приглашаю мою замечательную подругу Наташу Чернову. Папка? Только иди сюда, а то тебя не обниму. Мы не специально нарядились вот так. А, мы одинаково, смотри. Да, да. Слушай, может, мы с тобой родственники вообще? Возможно. Не-не, нельзя, а то тебя не запишут. А, вот как. Я практически никого не вижу, понимаешь? А это не важно, я тоже никого не вижу, это нормально, это нормальное состояние. Тогда я маленькую речь приготовлю. Давай. Да, меня зовут Наташа Чернова, и я не родственник, не поэт, не писатель, не музыкант, я продюсер разных проектов, медиа и контент. И Веро меня вот снимает, я вижу Веро. Я подруга Веро и Ланочки Чесновицкой. И в весной, нет, в феврале мы праздновали день рождения Ланы, дочери Греты, и Грета пригласила меня на концерт, я пришла 7 апреля, и меня что-то так это возбудило, и я Грети прошептала, поднялась на сцену и прошептала, говорю, я придумала для тебя проект. Ну и мы разошлись, разошлись до сентября, а потом я рассказала Грете, что я придумала для неё аудиопроект, потому что то, что сегодня мы все услышали, ну нельзя такую красоту, чтобы никто больше не услышал, правильно? Поэтому мы решили это как-то подоформить. Сначала была идея немножко скучноватая, аудиокнигу, мы подумали, что это нам узко, тесно и не подходит. И мы собрались, было прекрасное утро в сентябре, пошли завтракать, сели, ели какие-то круассаны, пили кофе, и я говорю, у меня для тебя, Грета, есть прекрасная идея, мы сделаем не аудиокнигу, не подкаст, это всё не подходит, мы сделаем аудиодневники, и аудиодневники о том, как жила Грета, вот такая была маленькая девочка, стала взрослой девочкой, и там где-то между всеми этими историями возникают стихи, которые написала Грета. так появился аудиодневник, который мы назвали «Счастья много не бывает». «Счастья много не бывает». Спасибо. «Счастья много не бывает» это слова из стихотворения Греты, я его не выучу, я вообще стихи плохо читаю, я их запомнить не могу, но тем не менее это такой получился аудиодневник из десяти историй, каждая история 10-12 минут, как все это происходило, вам понравится, как мы это делали, Грета приехала ко мне, у меня есть микрофон, мы записываем подкасты, и мы съели пирожное, естественно, раздухарились, начали записывать, до этого подготовили сценарии, и все, за три часа записали, потом мой звукорежиссер все это прекрасно оформил, и потом долго мне писала Наташа, «Грете, надо выступать на сцене», я говорю, «А она уже?» «Грете, нужно сниматься в кино», «Это в будущем», да? «Грете, нужно что-то еще выступать», я говорю, «Подожди, давай мы сначала сделаем аудиодневники», так появились эти аудиодневники, сегодня я хочу раздать вам всем вот такие вот мы листочки подготовили, такие методички, мы их назвали, с Гретой, для всех, кто хочет послушать, и еще не слушал, или хочет сохранить на память, кстати, вот здесь можно поставить автограф Греты, да, правда, подойти и взять автограф, я убегу, но оставлю тебе, хорошо, чтобы потом все подошли и взяли, их достаточное количество, я маленький… Мы сейчас попросим Веру, она пройдет и раздаст всем. Да, маленькая инструкция, я сразу всем скажу, значит, кто комфортно чувствует себя с телефоном, можно навести на QR-код, кто не очень комфортно себя чувствует, можно вбить в поисковике, ссылка здесь есть, кто трудно пользуется телефоном, тогда мы берем компьютер и вводим в нем в поисковике, либо это Яндекс, либо это Гугл, слова «Счастья много не бывает», Грета Чесновицкая, аудиодневники, и все вам выскакивает, вы нажимаете любую первую ссылку, нажимаете кнопочку «Играть» и слушаете с первой по десятую историю, можно через наушники, можно так, и это, по-моему, получилось очень восхитительно, мне до сих пор пишут все, кто помогал создавать Грете дневники, все пишут, это все. Наташа, можно сказать, уже прослушали аудиодневник, где-то там, вот отличный такой проект, оригинальный. Да, извините, да, я вот так немножко, да, закрою, мне тяжело, да. Уже прослушали аудиодневник, такой оригинальный проект, и уже опередилась Грета Цсавна, мы хотели вопрос задать, в вашем проекте, вы уже выходите. Ваша команда прям браво, да, спасибо. Да, можно поаплодировать, да. Спасибо. Я все передам. Но, ну, что, недолго, ненапряжно слушать, вот прям очень. Но я должна вам сказать очень важную часть. Все сценарии и тексты, ну, за исключением маленьких правок, написаны Греты Александровны. Кстати, пока я тут сидела на первом ряду, я придумала, во-первых, продолжение, во-вторых, другой проект. Вот так вот. Можно обратиться к Алисе. Алиса, хочу послушать. Алиса, счастья много не бывает. У меня такое удовольствие, просто. А знаешь, что, нет, мы сейчас попросим, включите нам свет, пожалуйста, потому что у нас еще продолжает, маленькое продолжение. А можно свет включить? Спасибо. Нет, нет, а вот можно вот эти фонари, а то я тоже никого не вижу. Спасибо. Вот, теперь я вижу здесь народ, боже мой, как вас много, какие вы все хорошие, а я же тут в темноте сплошной ничего не видела. Да, значит, вот спасибо большое Наташе, действительно. А ты раздашь? Ну, так. Ну, сейчас, я сейчас про автографию тоже скажу. Действительно, это получился такой, какой-то славный проект, вот он просто как-то вот раз, и мы его сделали, быстро, 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 и получилось очень здорово. Теперь еще одно. Я чувствую свою некую неловкость за то, что я вам всем сказала, что будет музыкально, поэтический вечер, но вот, гей-богу, сегодня вот заболела наша любимая Катя, которая пишет песни на мои стихи, и с музыкой не вышла. Поэтому я хочу, чтобы, ну, как-то вас всех немного утешить. У нас есть конфеты. Пожалуйста, Валют, раздай всем. Потому что в этом замечательном месте вот какие-то напитки употреблять нельзя. Можно только вот есть конфеты. раздавать. Можно только быстренько раздавать. А это... Листочки тоже раздали? Я раздала. Спасибо. Их, ну, похоже, я раздала 30, поэтому больше людей, чем 30. Ну, спасибо. Ну, все поменяют. Так, и еще одно. Если у кого-то нет книжки моей, то сегодня вот мы немножко книг этих привезли, и после того, как вы получите конфеты, можно будет сюда подойти, и Володя вам раздаст то, что вы захотите. Большое-большое вам спасибо. Я вас яхоженно люблю и очень благодарю. Очень. Спасибо, спасибо большое. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо.